Ёлки-убийцы. Иначе не назовёшь. Череду событий, которые прокатились от России до Америки незадолго до Нового года. Ёлки падают, горят и угрожают людям по всему миру. Катюха! С Новым годом, Катюх! С Новым годом, Новый год! Эта ёлка вчера вспыхнула в подмосковных химках и вызвала неоднозначные реакции прохожих. Неужели Нового года не будет? Ещё на день раньше в Азербайджане эпично упала гигантская ель. Из-за сильного ветра ёлка накренилась, как пизанская башня. Огни погасли, и дерево упало. Теперь главная интрига в городе Гянджи – успеют ли до Нового года поставить ёлку заново. Ещё одна ёлка на городской площади не выдержала погоды в белорусском Бресте. В Бельгии ещё хуже. От сильного ветра упала 20-метровая новогодняя ель и раздавила женщину насмерть. Ещё двое человек пострадали. Всё сняла уличная видеокамера. А примерно месяц назад, в конце ноября, в Вашингтоне, из-за ветра упала главная рождественская ёлка США, которую перед Белым домом должен был зажечь Джо Байден. Тогда, конечно, это восприняли как предзнаменование, и оппозиционные политики не забыли сравнить падающую ёлку с вечно спотыкающимся и падающим американским президентом.